Глава городского округа Люберцы вместе с профильными заместителями провел встречу с жильцами жилого комплекса «Тамилина». История этого микрорайона непростая. Застройщик изначально планировал возвести 46 МКД, но сдал только три дома и ушел в банкротство. После чего был заключен договор о комплексном развитии территории с новой подрядной организацией «Самолет». О волнующих вопросах жителей в сюжете. На собрании присутствовали активные жители жилого комплекса «Тамилина». Лариса Литвинская проживает в шестом доме уже четыре года. Выбрала этот микрорайон за удачное расположение, удобные подъезды и прогулочную зону. Но спустя такой короткий срок фасад ее дома начал разваливаться. Особенно ее волнует разрушение балкона. Фасад у меня над балконом прям оно отшелушилось. И прям такой очень хороший пласт. Отвалился прям до кирпича. И даже в кирпище у нас образовались дырочки, в которых поселились птички. Которые вы там гонезли, а при косом дожде вода попадает непосредственно в эти дыры. И оно мне стекает прям по окнам, по атосамам. И благо, что никто не живет в нижней квартире. Потому что я бы отвечала каждый раз, когда идет хороший большой дождь. У нас пару дней назад буквально была встреча, которая достигла удовлетворенности провести экспертизу по фасаду совместно с застройщиком. И, соответственно, направить по решению общего собрания на включение данных домов в краткосрочный план капитального ремонта. Потому что работы этих капитального характера и текущего ремонта будет недостаточно. Ряд вопросов касался и работы общественного транспорта. В позднее время жители жилого комплекса не могут добраться от станции МЦД-3 Томилина до своих домов. Транспортный блок взял в работу пожелания люберчан. И в ближайшее время, с учетом мнения жителей, внесут изменения в графике работы маршрутов. Как увеличить интервал до 12, до 11? В 9 часов прекращают маршруты. Люди все это жалуются. В снег, в дождь, в мороз – это гибель. Компания «Ран Транс», которая фактически 90% рынка перевозок производила на территории Московской области, свернулась и ушла. Сейчас «Мост Трансавто» – это перевозчик областной, владелец правительства Московской области. Сейчас эти объемы все принимают. Поэтому переходный период в летнее время, в принципе, это комфортно. Мы будем носить изменения, вы их будете видеть. И на следующей встрече, через месяц, условно говоря, скажете, достаточно или достаточно. Жители также жаловались на отсутствие дорожных знаков и остановочных пунктов. Еще одна проблема этого жилого комплекса – пешеходные зоны. От урожая до станции Тамилина у нас плохие тротуары. Я понимаю, что там сложная обстановка дорога, но для этого есть проектировщики, инженеры. Может, как-то это все проработать. Есть места, где люди выходят на дорогу, чтобы не пройти по лужам. В прошлом году мы первые тротуары уже начали обустраивать, правильно? И здесь, напротив, жилого комплекса, которого не было. И дальше мы от саму деревню не затрагивали по правую сторону, а за деревней тротуар обустроили, правильно? У нас какие еще разрывы есть? Места, которые не обустроены? Да, но там нужно поднимать тротуары, чтобы их не подтапливали. Я сюда вывозил четвертую, вас приглашал, тоже были комиссии, была по безопасности дорожного движения с Министерства транспорта. Мы все просмотрели. Мы должны в этом году проектировать и построить, насколько я понимаю. Активные жители задавали вопросы об озеленении дворовых территорий, о ремонте ям и детских площадок. Также по просьбе жильцов установят камеры видеонаблюдения на игровых зонах. Все обращения взяли в работу. Большинство из них решат в течение месяца. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.